Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня прошла очередная сессия Народного собрания Карачева-Черкесии. Региональные парламентарии обсудили ряд вопросов, решения которых должно способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения. Подробности в сюжете Артур Мхце. Участник специальной военной операции имеет право первоочередного личного приема руководителями и иными должностными лицами органов публичной власти Карачева-Черкесии. Такое предложение ранее было вынесено на обсуждение депутатам парламента республики, которым на очередной сессии предстояло утвердить его. В нашем регионе уже принят ряд таких законодательных актов, которые предполагают и финансовую, и нефинансовую помощь участникам СВО. А в этот раз с нашим коллегой Мусой Экзековым он вынес, комитетом разработан, рассмотрели на расширенном заседании комитета и на сессии приняли данный закон. Он позволяет участникам СВО и имеющим отношение к этому попасть на прием руководителям всех рангов республики внеочередное. То есть это поможет им избежать лишних проволочек. Депутаты также утвердили кандидатуру мирового судья в Адыгихабском районе, одобрили ряд поправок в региональные законы, установили новые выплаты за звания и награды на уровне Карачаева-Черкесии. Заслушали проект концессионного соглашения, по которому возможно дальнейшее развитие инфраструктуры новых микрорайонов республиканской столицы. По словам инициаторов проекта, вне бюджетной инвестиции планируется привлечь за счет механизма инфраструктурного меню. Проектом концессионного соглашения предусматривается строительство сетей в микрорайоне «Спутник», а также в новом микрорайоне «Северный» строительство котельной на 37,8 мегаватт. Данные мероприятия позволят обеспечить теплоснабжением растущий и развивающий микрорайон, подключение к сетям теплоснабжения новых вводимых домов многоквартирных, которые планируются строить. В рамках заседания были обсуждены и утверждены ряд других проектов, положительное решение по которым должно способствовать улучшению качества жизни различных категорий населения республики. Артур Мухсимиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Сразу после заседания депутатов регионального народного собрания спикер парламента Александр Иванов провел прием граждан в штабе общественной поддержки Карачаево-Черкесии. Интересовавшие людей вопросы касались трудоустройства и программы «Молодая семья». Пришедший на прием молодой человек, имеющий, по его словам, опыт работы в службе спасения, не может трудоустроиться. Он попросил помочь ему в решении данного вопроса, а около 20 участников программы «Молодая семья» до сих пор не получили жилье. Юрист-граждан рассказал о проделанной в течение трех лет работе по восстановлению прав обратившихся. Александр Иванов пообещал разобраться в ситуации и по возможности оказать помощь. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20, днем до 11-14. Температура ночью минус 1-6, в горах до 11 градусов мороза, а днем до плюс 7 и местами до плюс 12. В Черкесии без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20, а днем до 14 метров в секунду. Температура ночью минус 3-5, днем 5-7 градусов выше нуля. Сегодня 70-летие отмечает председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» и Духовного управления «Мусульман» Карачаева-Черкесии член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Хаджибердиев. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил его с юбилеем. Умело выстраивая созидательный диалог между народами и религиями, Исмаил Хаджи своей деятельностью укрепляет традиционные ценности ислама, которые несут в себе милосердие, сострадание, уважение к ближнему. Его мудрое слово духовного лидера очень весомо. Исмаил Хаджи вносит большой вклад и в укрепление духовно-нравственных ценностей среди молодежи института семьи. Глубоко порядочный человек высоких целей и моральных ценностей, патриот своей малой родины и всей России, наш земляк служит примером для многих поколений. Желаю Исмаилу Хаджи дальнейших успехов в его благородном труде, добра, благополучия во всем, процветания и крепкого здоровья, говорится в поздравлении. Крепкая семья – снова здорового общества. Под таким названием сегодня в Черкесске состоялся круглый стол, организованный Духовным управлением мусульман Карачева-Черкесии. О важности сохранения духовно-нравственных ценностей высказались представители власти мусульманского и православного духовенства. Председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердеев принимал поздравления и заслуженные награды. Подробности у Алибаташева. Более 20 лет вы возглавляете одну из крупнейших религиозных организаций мусульман России, искренне заботитесь о воспитании подрастающего поколения, приобщении молодежи к истинным ценностям и традициям ислама. Личное поздравление президента Владимира Путина огласил начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Российской Федерации Евгений Еремин. Умело выстраивая созидательный диалог между народами и религиями, Исмаил Хаджи своей деятельностью укрепляет традиционные ценности ислама, которые несут в себе милосердие, сострадание, уважение к ближнему. Исмаил Хаджи, как истый кавказец, очень ценит свое слово. Но его слово на президентском совете всегда самое точное, самое верное. И он очень хорошо подводит итог нашим дискуссиям. И, конечно, Исмаил Хаджи за его личные качества, за его верное служение российскому народу, за служение Кавказу очень ценит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Невозможно переоценить его вклад в сохранение межнационального и межконфессионального согласия. Не только на Северном Кавказе, но и по всей России, говорится в поздравлении главы республики Рашида Тимрезова, который зачитал первый заместитель председателя правительства Хызыр Чекуев. Орден славы и чести Русской Православной Церкви Третьей Степени юбиляру вручил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Святейший Патриарх не просто ценит ваш вклад, который невозможно ничем взвесить в мир и межрелигиозное согласие у нас в нашем Кавказе, но еще и ценит вашу глубокую порядочность, настоящую искреннюю кавказскую дружбу. Глубоко в вас ценит ваше твердое слово, которому вы никогда не изменяете. Лидеры духовенства регионов, гости из Москвы, поздравили Исмаила Хаджи Бердиева с юбилеем и дали высокую оценку его деятельности. С 1991 года Исмаил Хаджи является председателем Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии. С 2003 года возглавляет Координационный Центр мусульман Северного Кавказа. Эта хвала вся принадлежит всем нашим ребятам, имамам. То, что в Координационном Центре у нас есть единство и согласие, поэтому и дела наши идут вперед. Дай Аллах, чтобы в дальнейшем было так, чтобы никто не смог разделить вот это вот наше единство. О том, что семейные ценности, то, что рушатся в Европе, это действительно так. Участники выступили с докладами «Крепкая семья как ценностный ориентир», «Семейные ценности в исламе», «Православии», а также обстудили значение и роль традиционных духовно-нравственных ценностей для сохранения и развития народов России. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Семь тонн груза отправила Карачаева Черкесия ко Дню Защитника Отечества бойцам в зону проведения спецоперации. Питьевая и сладкая вода, выпечка и конфеты к чаю, теплые вещи – все это предназначено нашим ребятам, которые служат в составе 34-й отдельной мотострелковой бригады. Груз сформирован в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей по поручению главы республики Рашида Тимрезова. Питьевую воду, лимонад и сладостик Чаева – это порядка 6 тонн – нашим бойцам на передовую передали сенатор Ахмад Салпагаров, Крым Казаноков и депутат Госдумы Султан Узденов. Также в рамках всероссийской акции «Тепло для героя», которую по всей стране проводит партия «Единая Россия», отправлены теплые вещи, вязаные изделия – чай, кофе, консервы, продукты, письма и открытки с поздравлениями. Шуба от компании «Снежка» вновь в Черкесске. Место нахождения выставки – прежняя улица Горького, 8. Ярмарка будет работать с 27 февраля по 3 марта с 9 до 20 часов. Альбина Ламкова продолжит. Мечту о покупке нового мехового изделия теперь очень просто реализовать. Даже если у вас с собой не оказалось денег. Помогут в этом деле на выставке от меховой компании «Снежка». Ярмарка «Продаж» в Черкесске проводится не первый год. Адрес ее нахождения прежний – Центр развития предпринимательства по улице Горького, 8. С 9 утра до 20 часов. На выставке представили огромный выбор качественных меховых изделий. «У нас сейчас действует скидка – 10 тысяч рублей при покупке любой норковой шубы в рассрочку. Напомню, что рассрочку можно оформить до трех лет, без первого взноса и переплаты, и плюс меховой жилет в подарок. Из документов вам нужен только паспорт и 20 минут свободного времени». На любую шубу скидка за наличный расчет составит 50%. Есть меховые изделия из категории «Распродажи». Их скидка – 70%. «Например, это норковая шуба с английским воротником в черном цвете. Шуба-трансформер с поясом. Если ее оформить в рассрочку на три года с дополнительной скидкой 10 тысяч, то платежи в рассрочку составят 3740 рублей. А если вы ее возьмете за наличное, то сумма составит 72 тысячи рублей». Действительно, на ярмарке огромный выбор шуб. «Вот эта шуба классическая в цвете «Жемчуг». Если вы ее оформите в рассрочку на три года, платеж составит 3550 рублей. А за наличный расчет 69 тысяч». На каждой изделии свой паспорт. Вся история норковой шубы в этом документе. Меховая ярмарка началась уже сегодня и продлится по 3 марта с 9 до 20 часов. Скидка рассрочки и подарки ожидает в доме предпринимателей по улице Горького, 8. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Корчаева, Черкесия. Это все истины сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго.